здравствуй николай а также здравствуйте мои дорогие и уважаемые подписчики канала у меня как всегда свежие и хорошие новости новость первая это то что растет мой мицелий на жидкой среде вот из флакона прекрасно растет и прекрасно себя чувствует вот на этой банке вот здесь она маркирована это из флакона посев сделан какого 25 числа сегодня 25 апреля сегодня 3 мая то есть вот он можно сказать уже почти полностью зарос заросла вот эта банка этот мицелий и вот для сравнения возьмем банка вот посмотрим это обыкновенный агар но обыкновенным способом вот как агар вот кусочек здесь вот в этом месте брошен ну вот растет как мы видим раза в 4 медленнее чем вот мицелий который был залит из флакона можно сказать ему осталось еще три дня эта банка будет колонизирована то же самое происходит вот на всех банках также здесь вот лимонная вешенка мы видим как она только начинает зарастать там розовая вешенка довольно таки неплохо и быстро нарастет мы чуть позже сделаем отдельный репортаж когда они тут подрастут а сейчас мы поговорим вот об этом приборе попробую ответить на твои вопросы которые ты мне задавал вот так вот у него внешний его внешний вид вот эту крышку я отсюда отвинтил укрепление разные и так вот общий такой вид вот здесь вот это работает таким образом вот этот крокодил и так отвечаю на первый вопрос относительно резины ты спрашивал резина значит здесь вот видишь вот это белая но резина довольно таки странная как ты сам понимаешь это нужно естественно что термостойкая вот такая она вот эта резина но при самой спайке получается такой момент что полиэтилен расплавляется или полипропилен или полиэтилен он расплавляется и процессе вот прижима он фактически прилипает к этой резине но когда он остывает происходит такой момент что она очень легко этот пакетик от нее отклеивается такая она какая-то как сказать это скользкая такая странная поверхность ну не знаю что это такой за материал больше ничего об этом не скажу ну не такая мягкая принципе кайта не знаю я у меня медицинское образование поэтому с техникой я дружу столько поскольку но я уверен что вот именно это видео как делать запайщик самому или как делать запайщик дома есть люди с техническим образованием и я думаю они в комментариях начнут добавлять объяснять вот эти все моменты и дальнейшем они это все объяснят значит шина вот это очень длинная здесь на 60 сантиметров она рассчитана естественно она имеет свои технические недостатки когда вот прижимаем его за эту ручку которая здесь предвидена то в средней части не происходит полноценной спайки потому что здесь именно эта шина немножко дает изгиб металл тут не не такой же прочный и здесь не спать поэтому если прижим делать то делается он посредине вот так вот рукой вот это такие технические немножко недостатки которые здесь есть теперь обратим внимание вот на эту пленку которая вот здесь это какая-то не пленка я даже здесь какая-то такая вот тонкий материал который как мне кажется он используется для ну то что называется для изготовления микросхем ну когда когда там паяли радиолюбители вот какой-то такой материал только он очень тонкий фокус камера не берет полноценно не могу его вывести не хочет она как-то фокус взять так как мне хочется вот это сделать значит тонкий такая вот ну это не бумага она какая-то скорее пластмасса или что это как-то вот так приклеена здесь видим вот этот болтик на этот болтик здесь привинчено трудно будет здесь показать вот посмотрим от снизу но здесь довольно-таки широкая пластина находится шириной она где-то миллиметра 4 пластина на всю длину не подходит вот здесь проводок контакт и здесь вот эта пластина идет вот сюда здесь у нее значит другой контакт не привинчен вот тут выглядывает вот такая вот кнопка которая включает и выключает этот прибор теперь вот изнутри видим что здесь внутри находится в этом приборе вот такая здесь история но выглядит тут немножко но как-то честно говоря сложнее мне казалось на первый взгляд значит тут вот эта стартовая кнопка которая включается и отключается здесь вот этот таймер какой-то китайский по всему вероятнее он рассчитан здесь на 10 секунд но как-то все так сделано здесь вот запайка фактически я работаю в режиме вот постоянно на максимум ну это получается от секунд где-то 11 здесь рассчитана и и на максимуме но спаивать ну этого достаточно то есть больше поставить нельзя но как раз вот этом режиме но скажу какая-то странный такой момент это зависимости наверное от напряжения в сети иногда бывает что на 11 но спаивать как положено а иногда бывает туда же перегорает поле полипропилен то приходится немножко уменьшать где-то на 10 для полиэтилена я ставлю вот где-то секунд на 5 чтобы спаять теперь значит вот этот таймер у него как-то здесь почему-то ага какое-то такое это гнездо или что но я боюсь тут не сломать ничего потому что да вроде как включено ну и каких-то 4 тут контакта не совсем я понимаю зачем их тут 4 скорее всего это разные предназначения для чего это здесь нужно это маркировка 2 м4 x20 что-то такое тут написано вот теперь дальше тут вот такая плата какая-то катушка вот эти провода которые здесь идут это от таймера и вот наверное вот эти провода красные и синие какой резать да как в бомбе и вот там все таки какая-то плата стоит вот какие-то там детали непонятные но я это насколько я вообще понимаю что то это какой-то радиатор алюминиевый но сына этом радиаторе привинчено здесь больше ничего умного там кнопка сети которую принципе здесь нужно как ракет ракете стоп сигналы потом ну тут какой-то предохранитель и шнур так вот сюда припаян но относительно вот этой платы вот сама катушка и то там детали вот так устроен вот этот агрегат я думаю для человека который что-то смысле в радиотехнике я думаю смастерить вот это все дело даже можно мне кажется что более рационально более и даже лучше чем это с более полноценным ким-то регулятором разных режимов ага и относительно еще самой механики в этом приборе в этом агрегате но сама механика сделано нужно сказать что очень довольно таки неплохо и надежно это радует как мы видим здесь крепление оно просто приварено сюда довольно таки хорошо и здесь вот эта пружина крепление но сделано здесь намертво то есть не разбирается довольно таки все довольно таки все сделано здесь хорошо и надежно ага что делает вот эта пружина я только сейчас понял она внутри то есть не внутри она натягивает вот эту пластину которая нагревательный вот этот элемент вот это штуковина и вот это пружина она делает натяжку вот этого нагревательного элемента вот для чего она здесь в принципе все да и то что я уже там вот говорил здесь такой недостаток они сюда не добавили ножку поэтому получается на есть одна нога вот здесь другая там с другой стороны а здесь ее нету и когда мы начинаем спайку то в этом месте этот прибор прогибается я уже сюда элементарно просто взял вот шуруп закрутил на ту же самую высоту чтобы здесь был еще один упор ну и то же самое с этой стороны она тоже так вот как-то шатается здесь нужно другой упор ставить корпус довольно таки здесь внушительный чтобы разместить вот эту всю требушину можно было сделать намного аккуратней по-китайски ну здесь вот оно выглядит вот таким вот образом так и так предлагаю к открытому такому диалогу всех кто разбирается в технике давайте совместными усилиями попробуем прокомментировать вот те явления которые мы здесь видим и подсказать какие-то реальные способы как вот такой вот прибор или запасчик можно соорудить самому в домашних условиях я думаю что ближайшее время николай добавит на своем канале полноценные видео как это все сделать и я думаю мы все сможем порадоваться за то что появился такой материал